здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами рисуем рисуем и сегодня сразу двойной рисунок у нас впереди великий праздник поэтому мы сегодня будем делить наш листочек я взяла специально побольше лист чтобы вам было все видно будем его делить на две части у вас скорее всего будет простой лист а4 то есть вот такого формата тогда вам достаточно к листу один листочек взять просто обычный бумажный лист и сложив его пополам сделать вот такое вот волшебство раз или и сейчас мы будем делать фон на одной половинке потом мы если у вас есть фен подсушим феном и переложив листочек на другую часть мы сделаем фон грунтовку для другой половинки таким образом но так как у меня лист большой мне придется немножко поступить по-другому надеюсь что это все соскальзывать не будет конечно можно налепить по серединке сделать допустим изоленту или малярный скотч но поверьте с этого получается не очень хорошо на бумаге потом остается след проверено таким образом продолжаем видите волшебство у меня кое-что появилось на столе потому что кто-то забыл во время это все поставить мне добавилась водичка открытая белая гуашь большая банка ну потому что я рисую часто мне это нужно если у вас будет это вам будет удобнее грунтовать и так далее работать с листочком так мы приступаем грунтовки мне сейчас будет удобнее работать большой кистью поэтому я буду грунтовать большой кистью хочу чуть смочу ее чтобы она не была абсолютно сухой на ноги подложу простую тряпочку чтобы вытирать кисти и начинаю грунтовать наш лист белой гуашью придерживая при этом левую сторону чтобы у нас было все равно сейчас пока я грунтую и покрываю мне нужно будет держать листочек вам будет проще потому что у вас листочек конечно придерживать нужно но он у вас будет более мягко ложится не забываем красочку подготовить ведь у меня краска другая попала ничего страшного этому не пугаемся вылазим за рамки обязательно хорошо смачиваем лист чтобы он был прям весь в гуаше полностью покрыт белым поэтому потом будет лучше ложится вся остальная краска если будет сухой то краска по-другому будет совершенно ложится остальное потому уберем и так нарунтовочную кисточку мы откладываем сразу берем кисть среднего размера для того чтобы накладывать краску меня пятерочка берем синенькую красочку синенькую берем вот такую делаем ляпушки как мы обычно это делаем чуть ниже середины спускаемся много сильно не делаю чтобы у нас не было посветлее то тут у нас будет небо у меня разная синяя краска здесь я возьму немножко другое синюю краску видите здесь у нас будет небольшая небольшое озерцо и так дальше я беру опять же вытираю кисточку и беру зелененькую красочку для травки здесь у нас будет трава немножко у нас желательно при каждый раз когда вы берете краску готовитесь к занятию или рисованию обязательно красочку нужно будет по добавить в нее немножечко водички сразу вытирать кисточку чтобы она вас была на готове берем опять большую кисть смачиваем вот так чтоб только не было слишком много и разводим как мы это делали обычно на любых других рисунках просто туда-сюда 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 и то залазим на бумажечку на нас для того здесь лежит чтобы разделять половинки чтобы не залазить на ту сторону и сделаем таким образом здесь у нас будет озеро мы сделаем вот таким образом раз 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 вот видите у нас какие красивые разводы получились в данном случае можно кисточку перевернуть или если у вас губка и сделать вот такие вот разводы обратной стороной чтобы дважды не вытирать мы делаем такие зеленую такую полянку который у нас будет зеленый в процессе можете размазывать хаотично ничего страшного если где-то попадет синенько это будет даже живописнее даже вот так вот сделала немножечко здесь у нас будет полянка такая все на этом мы с этим листом заканчиваем такой у меня вот здесь вот некрасиво получилось давайте немножко добавлю белого и чуть-чуть под размажем оказывается не домазала вот посмотрите внимательно чтобы у вас все было домазано тут у меня тоже видите сделаю рисовать пока что это у нас только фон все теперь можете вытирать кисточку можете помыть можете вытирать но в любом случае она должна быть более-менее сухая наготове так как здесь рисунок у нас сейчас на данный момент мокрый мы конечно можем перейти на другую сторону подсушив этот но сейчас давайте я предлагаю берем просто пальчик макаем его в водичку макаем его в белую красочку и сразу делаем облака что потом у нас пальчиком вот такие вот облака красивые беленькие как раз видите пока красочка еще фон у нас мокрый у нас получается такое смешение красивые цветов и мы можем нарисовать вот такие вот облака здесь сделаем облачко такое вот вытираем пальчик и чуть-чуть его смотив чуть-чуть смочили и чуть-чуть подрастерли внизу чуть-чуть подрастерли чтобы облака у нас были такие не так резко смотрелись замечательно правда где много красочки ничего страшного не бойтесь это хорошо сразу нарисуем обязательно солнышко оно должно быть у нас очень красивое и яркое потому что эта сторона у нас будет мирное время здесь должна быть вся красота мирного времени запечатлена так также немножечко смачиваем пальчик и делаем вот такие вот красивые движения можете солнышко нарисовать круглый можете его сделать в уголочке просто вот таким образом сейчас на листочке сбоку покажу надеюсь вам видно то есть вот у вас уголок будет вот такой вот солнышко и потом вытираем пальчик ныряем в красный цвет или оранжевый какой у вас есть чуть-чуть и чуть-чуть добавляем сюда по кругу такие вот мазучки сейчас этот цвет немножко помешаем опять желтый и он у нас получится оранжевый мне нравится у нас много хорошо мы пройдем второй раз пока мы это оставляем здесь потом чуть-чуть желтенького добавим такое у нас солнышко сильно яркая теперь получилось то что я добавила много красного цвета но зато живописная пока перемешаем потом добавим обязательно белого цвета желтый желтого цвета хорошо так что мы можем еще сейчас нарисовать мы можем взять кисточку то что у нас будет на заднем фоне мы все рисуем сейчас мы нарисуем с вами у меня вот есть тонкая маленькая кисточка вы можете просто маленькой кисточкой взять мы нарисуем небольшую радугу но смешивать все цвета мы не будем радуги 7 цветов делать мы возьмем основные цвета такие чтобы это было видно хотя если кисточка у вас очень тонкая можно сразу рисовать все цвета и так берем кисть и дальше вспоминаем каждый охотник желает знать где живет фазан каждый красный мы ныряем в красный цвет я хочу вот такой красный цвет и проводим радугу если нужно макаем еще проводим еще не пугайтесь если где-то размажется не пугайтесь не пугайтесь все хорошо мы наслаждаемся процессом делаем задний фон красным сделали кисточку вытерли после красного у нас идет оранжевый если у вас есть оранжевый пожалуйста просто макнем можете макнуть и провести оранжевый я хочу сразу приступить к желтому цвету при смешении красного и желтого у нас получится оранжевый покажу сейчас вот таким образом раз и желтую красочку возьмем у нас получится вот такой оранжевый цвет видите это на будущее если вы захотите где-то сделать промежуточки то тоненьким оранжевый цвет мешать только тоненько вот пошел переход хотя я хотел сразу желтый но все равно у нас пошел желтый сильно не прорисовывайте потому что у нас она все равно радуга будет на заднем фоне но желтенький должно быть видно хорошо если на оранжевом можно было сохранить ничего страшного если она у вас будет толстенькая не пугайтесь после желтого у нас идет зеленый который получается при смешении синего и желтого цвета конечно проще было бы хотела и макнула немножко белый гуашь конечно тянуть труднее поэтому придется чаще смакивать кисточку однозначно радугу делаем тоненькой кисточкой стараемся на предыдущий цвет не залазит но если завести ничего страшного самое главное чтобы было видно все цвета неважно если где-то у вас на наслоится не страшно не сильно страшно я вижу что у нас красный цвет плохо лег недостаточно ярко можете даже абразистыми людьми поставить 1 2 1 2 1 2 красненькая пошла да дальше после зеленого у нас естественно идет желает знать где голубой синий сидит ваза синий мы берем проводим синий иначе у нас радуга будет очень толстая хотя она местами будет получаться голубая потому что у нас на просвет внутри есть голубой свет чуть-чуть смакиваем макаем так как кисточка тоненькая она быстро быстро высыхает поэтому мы книзу у нас такая толстая радуга получается она кстати там и не нужна будет особо ну ладно вытираем кисточку от синего цвета и берем сиреневый но ребята у меня сиреневый есть вы если хотите получить сиреневый вы просто делаете таким образом берете синюю красочку и в нее умешиваете красный и посмотрите у вас получается такой чем больше красного тем сиреневый цвет видите и уже потом мы кайте и ведете сиреневый сиреневый конечно веселей что сиреневый желтым очень сильно красивый цвет мне стараемся там сильно сильно вывести просто ведем линию все, радуга готова половина радуги у нас замажется впоследствии поэтому мы сильно ее не прорисовываем теперь я возьму фен и подсушу это делать наложив бумажку на вторую половинку вы по-прежнему делаете это таким образом надеваете на другую половинку уже согнутый лист и таким образом вам даже легче будет держать так мы помним да у меня оказался отступ старайтесь подровнять по краю но у вас он в любом случае получится ровно середина от листа вот у меня немножко сложнее потому что у меня сильно большой лист и так теперь мы грунтуем левую сторону левую сторону мы грунтуем так видите кто-то помыл плохо кисточку что трагедия испортили рисунок неправда мы его не испортили мы сейчас вытрем кисточку хорошенько ее помоем и ничего страшного вытерли макнули взяли красочку и грунтуем дальше грунтуем так чтобы не заводить на ту сторону да это все равно у нас грунт он у нас смоется не переживайте мы все-таки право полушаре по-прежнему быстренько 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 довольные такие улыбаемся надо хотите песню петь пойти в песню так у нас военная тема сейчас будет на границе тучи ходят и поем песенку когда у нас война что у нас конечно у нас огонь конечно у нас пепел afectoм все мы рисовать будем красно-черных тонах посмотрите на просто чтобы супер на грунтовка хорошо легла помогая вся средняя кисточка и посмотрите чтобы она у вас было чисто для этого достаточно и вытереть бумагу а тряпочку что ж такое на тряпочка вытираю берем вакаем в красный цвет красный цвет делаем ляпушки как мы всегда делаем. Делаем ляпушки, ляпушки, ляпушки. Здесь у нас тоже будет тема такая. Можете чуть-чуть добавить черненького. Чуть-чуть, чтобы кое-где... Такое было непонятное, да? Можете вместо черненького добавить чуть-чуть сиреневого. Он тоже даст такой отцвет, как бы темный, пасмурный, для того, чтобы мы даже можем нарисовать сиреневые облака, чтобы они были черно-красные такие в итоге. Так, берем кисточку и быстренько, пока у нас красочка не высохла, мы быстро делаем фон. Вот такой красивый, сиреневый фон получается у нас. Смотрите, как эта красотень получается. Туда-сюда сильно не размазываем. Так, и вот до сих пор. Немножко оставляем внизу, потому что там у нас будет сейчас смешиваться другой цвет. Мы не можем листок убрать до тех пор, пока не закрасим как раз-таки фон, иначе у нас там будет съезжать. Мы моем кисточку большую, смочили ее, вытерли от тряпочку. Это прямо идеально. Вот мы вытираем тряпочку. Берем кисточку, макаем ее в коричневый цвет. Если у вас коричневого нет, его можно получить смешивая зеленый и красный цвет. Берем коричневый цвет и делаем ляпушки вот здесь. И делаем чуть-чуть ляпушки на всей остальной области. Добавляем сюда черненького, потому что здесь у нас будет земля сжженная сильно. И это потом мы добавим. Здесь у нас будет сжженная земля, поэтому мы добавляем прям смело черного. Вытираем кисть, тем более, что она у нас была черная, чтобы потом у нас при рисовании этот черный цвет никуда не попал. Конечно, мы в любой момент можем это все исправить. Даже не вздумайте переживать. Не забывайте, что в настоящие художники, что все равно у вас получится лучше всех, так как у вас больше ни у кого не получится. Это только ваше. Так, и вот таким вот образом мы делаем тут землю. Вот она земля, у нас бугорочек. Мы делаем вот такой вот, смотрите, треугольничек. Видите? Делаем треугольничек. А теперь переходим на другую сторону и делаем смешение черных. Вот видите, за счет черного цвета здесь у нас бугорочек получается более черный. Вот такой вот. Ну, мало черного здесь добавили. Сейчас возьму, тут у меня лишняя кисточка попала. Я еще добавлю черного. Много воды. Если воды попало много, можете взять салфеточку, салфеточкой вытереть это все. Вот, чтобы у нас было видно, что это черное, серое. Такими разводиками можете помочь. Все. Вот теперь фон у нас здесь готов. И как в песне, здесь птицы не поют, деревья не растут. Вот эта сторона у нас будет показывать войну. Теперь мы убираем листочек. Все-таки я не высушила облачка немножко, но ничего страшного. Я убрала листок. Итак, самое главное. Теперь мы приступаем. Наверное, возле радуги здесь мы приступим. Пока здесь немножко подсыхает, мы вернемся опять к правой стороне. Что мы делаем? Мы рисуем, не сильно большой кисточкой, мы рисуем вдалеке дома, в которых мы живем сейчас, потому что у нас есть вот такая возможность жить в мирное время. Ой, кисточку немножко сломала. Сейчас обратно ее закрутили. Берем белую красочку и такие столбики рисуем. Столбики разных высоты. Раз столбик, два столбика. Как будто дома стоят немножко один на другой. Смотрите, рельефом можно показать, так как краска у нас гуашевая. Вы можете таким образом залазить, и рельеф у вас покажет здание по-другому, как будто они стоят один за одним. Не переживайте, если где-то что-то у вас там наслоится. Делаем такие коробочки, такие столбики. Розовенькое не страшно. Еще раз. Можно будет пройтись по второму разу. Такие вот высотные здания здесь у нас стоят. Вот так вот. Ничего страшного с розовой. Не пугайтесь. Пускай просвечивается. Хорошо? Так и будет. Так, все. Не переусердствуйте. Когда начнете много мазать, наоборот, испортите. Поэтому спокойно. Вот сделали? Сделали. Молодцы. Потом все поправим, все сделаем. Теперь предлагаю сделать, так как у нас озеро, чтобы оно не было пустынным, мы делаем кустики. А как мы делаем кустики? Мы берем пальчик волшебный, макаем его в водичку, и делаем кустики. Вот такой красочкой зеленой я хочу это сделать. Вот у меня пальчик. И мы идем вот таким образом. Опять макаем, опять макаем в краску. И от всей души, вы знаете, нам всегда все запрещают не лезьте в краску пальцами. Лезьте в краску пальцами. Я разрешаю. Это здорово, лазить в краску пальцами. Здесь у нас растут кустики. Нам просто нужно, необходимо... Ой, кто залез в красную краску? А, что делать будем? Ничего не делаем. Вытираем палец, лезем опять в зеленую и делаем поверху. Ничего страшного. Здесь кустики у нас будут слегка коричневые. Дадим им подсохнуть. И еще раз пройдемся зеленой. Кстати, нам нужно вернуться к солнышку. Ох, какая красота. Ох, какая красота. Кто-то промахнулся, кто-то... Как там в мультике? А Кэл промахнулся? Вот так вот и я промахнулся. Так. Здесь у нас кустики. Кустики мы можем продолжить, в принципе, практически до конца. Ой, прям так нравится. Вам нравится кустики рисовать? А, здорово. Потом эксперты, искусствоведы будут определять ваши картины по вашим отпечаткам пальцев. И доподлинно выяснят, что это действительно ваше произведение искусства. Можно, знаете, вот здесь немножко подровнять, чтобы вот этот низ немножко подрастереть. Вот так вот, видите? Чтобы у нас озерцок выделилось. Подрастерли. Ой, смотрите, как живописно стало теперь. Кустики с красной краской. Это здорово. Итак, продолжаем. Что у нас еще? Здесь мы, значит, должны теперь нарисовать дерево. Дерево у нас будет по центру. Но оно не простое у нас дерево. Оно у нас такое дерево, которое будет и на той, и на другой половинке. Поэтому берем среднюю кисть. Если у вас рисочек маленький, в принципе, можете взять и маленькой кисточкой. Берем коричневую краску. Если она у вас жиденькая, свеженькая, хорошенькая, у меня вот не очень хорошенькая, поэтому уже постоявшая, поэтому я сделаю таким образом. Я буду рисовать смело ствол вот здесь. И вот такие вот корни пущу. Вот так вот. И сделаю такие веточки. Чуть-чуть красочку обновляем. Делаем веточку здесь вот так вот немножко, чтобы было ответвление от дерева. Еще одну ветку делаем. Можете еще одну сделать. И, в принципе, ствол уходит в небо. Ничего страшного, разделяет практически рисунок полностью. Здесь также немножечко закругляем. И здесь закругляем. Вот такое вот дерево у нас получается. Как обычно делаем, если вы взяли тоненькую кисточку, вам будет удобно. Я специально взяла толстую, чтобы быть с вами наравне. Так как у меня большой лист бумаги. Я делаю вот такие вот ветки. Ветки делаю в разные стороны. Видите, да? От каждой веточки еще веточка, еще веточка, может быть. Смело рисуйте, не бойтесь замазать облака, там что-то еще. Где-то промахнуться, где-то нет. Не возвращайтесь 10 раз обратно. Делаем такие веточки. Они у нас разветвляются, разветвляются. И здесь тоже. Главное, чтобы они были в одном направлении. Смотрите, вот в ту сторону, да? Красивая такая ветка тут вот выросла. Оп. Мы его так закруглим, потому что уснование сильно будет видно. Так. Вот такое вот произведение. Маленькую тут веточку можно сделать. С небольшими такими побегами. На второй половине у нас тоже будет дерево. Вторая половинка. Вы можете, конечно, нарисовать ее сначала коричневым. Примерно такой же по толщине. Рисуйте ее, намечаете, скажем так, коричневым. Потому что сейчас в дело вступит еще и черная краска, так как все-таки у нас война. Вытираем. Однозначно. И дальше мы смачиваем кисточку немножко. Смотрим. Если у вас красочка жидкая, то вам повезло. Но только это не так, чтобы там плавала вода. Так. И делаем ветку. То есть ветка росла, и она вдруг стала такой... От пожаров, от войны она становится такой обгоревшей. Мы ее делаем такими, знаете, вот немножко отрывистыми. Вот она такая отрывистая вся. То есть она поломанная. Это уже убитое дерево. Мы делаем такие коряги. Страшные коряги. Это у вас там покапало? Ничего страшного. Видите, у меня тоже покапало. Здесь немножко добавляем черного в этот ствол. Пусть немножко, конечно, коричневого остается. Но старайтесь не залазь на вторую половину. Вот. Выходит черное. Особенно внизу, потому что у нас там не сильно темная земля. Такие вот корни. Пускай здесь на корешках тоже можно чуть-чуть добавить, но не так много. Чуть-чуть. Вот оно черное. Здесь можно добавить такую сгоревшую ветку отломанную. Если полностью не закрашивать, это даже добавить такого отцвета. Оттенок он даст. Черная ветка. Здесь можно еще одну веточку такую обломанную сделать. Все. Это ветка после пожара. Видите, какие страшные вещи после себя оставляет война. Черное. Все черное, все сгоревшее, все погибло. Целые леса вырубали во время войны. Оставались одни пни. Даже некоторые виды деревьев пропали. В то время исчезли. Потому что все было вырублено и сожжено. Итак, дерево у нас сохнет. Пока дерево у нас сохнет, мы можем, в принципе, даже черной красочкой, уже здесь у нас подсыхает, начать рисовать. Можете чуть-чуть попробовать, посмотреть на свет, чтобы у вас было все нормально. Не было мокрых пятен, как у меня. И мы рисуем. Мы рисуем. Как обычно изображают войну. Это танк, да? Едет танк. Это вот такой овал нам нужно нарисовать. Здесь нам понадобится водичка, скорее всего. Оп, много воды. Убираем лишнюю воду. Кисточкой вытерли. И сухой кисточкой можете убрать воду. Чуть-чуть закрепляем. У вас такой овальчик должен быть. Смотрите, как это получается. Раз. Получилось. Это танк едет вверху. Он едет. Вот таким образом добавляем еще одну башню, называется которой. И чуть-чуть вверх вот так. Люк, из которого вылазят танкисты, да? Заходят и выходят в танк. И дуло, с которого танк стреляет. Можете добавить черных вот здесь палочек. Во время рисунка постоянно можно что-то добавлять. Здесь не бойтесь. Вот можно было сначала нарисовать огонь, а потом танк. Но если бы мы нарисовали сразу с вами танк, мы рисуем огонь. А потом, если что-то мы на танк залезем, то мы потом можем поправить. Огонь мы будем рисовать везде. Он у нас будет. Здесь горит огонь. Мы оранжевой красочкой показываем огонь. Здесь у нас горит земля. Мы оранжевой краской поправляем. Показываем, что у нас горит земля. Ветки горят. В снаряды попадают. Горит земля. Страшное дело. горело всё. На войне горит всё. Сгорает и уничтожается. Огонёк мы с вами потом ещё другой красочкой будем проходиться. Так, сейчас мы немножко освежим всё-таки оранжевый цвет и пойдём рисовать огонь оранжевым. Напоминая, оранжевый цвет получается при смешении жёлтого и красного. И здесь идёт основной бой. Основной бой, всё горит. Если залезете на танк, напоминаю, не страшно. Можно даже сначала, если вы догоняете, сначала нарисовать огонь, а потом нарисовать танк. Всё горит. Немножко танк горит. Нужно дать танку немножко подсохнуть, потом мы к нему вернёмся в этот момент. Пока мы можем взять, можете взять маленькую кисточку и добавить сюда красного цвета. Красным цветом добавляем такие кисточки пламени. В разные стороны, ребят. Сюда, сюда. Немножко отсвечивает. Я думаю, что вам даже видно лучше. Видите, как я веду кисточку вверх? Держу её наоборот. Надеюсь, что вам хорошо видно, чтобы показать огонь. Языки пламени и жёлтый. Жёлтым делаем тоже язычки разные всякие, чтобы немножко показать огонь, чтобы он был более ярким, чтобы было видно, что земля горит. Всё горит. Если цвета смешаются, ничего страшного в этом нет. Старайтесь это сделать. Такую волну. Волну. Смогайте почаще, чтобы было поярче. Угу. Так. Теперь на фоне неба у нас летят самолёты. Самолёты. Не разрушители. Либо защитники. Но они чёрные, потому что это война. И не важно, с какой стороны летит самолёт. Но в любом случае летит военный самолёт для того, чтобы сбросить бомбы. Поэтому в любом случае самолёт это чёрные. Мы смотрим, сделаем с вами вот такой овал вытянутый. Смотрите, сначала посмотрите, потом делайте, ребят. Оп. Делаем такой овальчик. Делаем такой крестик поперёк. Закругляем нос. И делаем сзади такой хвостик. Его видно снизу. Чтобы у нас красивый пропеллер получился, было понятно, что это самолёт. Мы возьмём тонкую кисточку и сделаем на краешке просто вот такую вот штучку. Оп. И у нас полетел самолёт. Здесь у нас летит рядом ещё один самолёт. И он у нас уже надумал падать. Можете это маленькой кисточкой сначала обводить. Вот такой самолёт у нас. Закругляем. Темная кисточка толстая и вылазит за края. Этот самолёт нам уже видно немножко сбоку, потому у нас уже видно немножко хвост. Здесь тоже и крылья немножко наискосок. Здесь посмотрите внимательно, что здесь будет наискосок. Ближнее крыло будет немножко длиннее. И маленькую пропеллер добавим, чтобы было видно, что это летит самолёт. Если где-то вылезли, не пугайтесь. Можно потом поправить либо к чёрным фломастером где-то мелкие детали. Хорошо? Здесь даже, видимо, кабину пилотов видно. И здесь тоже у нас почему-то. Ну, такая кисточка вылазит за пределы. Она у меня уже старенькая. Это она вылезла. Вот такие вот самолёты летят и бомбы кидают. Можно даже бомбу показать. Вот так бомбы кидают. От бомб от этих, видите, разрываются снаряды и вот здесь вот рвутся снаряды. У основания вот этих маленьких костерков вы можете сделать чёрные такие метки. Можно даже по нашей технологии вот так распушить немножко и добавить вот таких вот. Вот они, видите? Вот самая красивая. Распушили, добавили. Сегодня картинка не очень весёлая, потому что война никогда не весела и немножко как-то грустно это рисовать. Но мы постараемся, чтобы это было ещё и приятно. Мы сейчас вернёмся в мирное время и там будет повеселее. Берём тоненькую кисточку, берём зелёную краску, желательно травянистую такую зелёную краску, рисуем вот здесь, рисуем такой полукруг. Полукруг и чуть-чуть внизу выходим за его предел. Давайте побольше сделаем. Сейчас объясню, почему побольше. Это мы с вами рисуем, ребята, каску. Военную каску, в которой воевали наши солдаты. Они не всегда их спасали. Такие каски у нас были. До сих пор находят на полях сражения эти каски. Сейчас она подсохнет и мы можем на ней нарисовать звёздочку. Если у вас осталась чёрная красочка, вы даже можете нарисовать такую пробоину, что она прострелена. Потому что, если бы она не была прострелена, она пошла бы со своим хозяином. А тут она, видимо, потерялась из-за того, что её прострелили. Также берём кисточку тоненькую и рисуем в углу георгиевскую ленту. Это наша память, чтобы ветераны знали, пока мы помним, война не случится второй раз. Как только мы забудем, война может повториться. Поэтому мы помним и никогда не забываем, про подвиг наших ветеранов. И рисуем через какое-то время ещё одну жёлтенькую полосочку. Берём краску, ещё рисуем, ещё берём краску, рисуем. Кисточка маленькая, забирает мало красочки, поэтому не бойтесь. Спокойно рисуйте, где-то вылезьте, потому что сейчас мы будем проходить ещё чёрной краской. Примерно посмотрите, как спокойно ширина у вашей кисточки, чтобы спокойно было на неё нажимать. Тогда у вас будет ложиться всё хорошо. Не жалейте красочку, постарайтесь побольше её наложить, чтобы была ленточка поярче. Хорошо? Вот она поярче. После оранжевой, конечно, можно не мыть, когда лезет чёрную. Здесь немножко пальчиком вы можете облокотиться на бумагу и вести чёрную линию. Если вы даже не закрасите всё пространство, в этом ничего специально сейчас не буду закрашивать, чтобы вы видели, что ничего страшного не произойдёт. Смотрите, вот просто чёрная линия такими отрывистыми. Не страшно, мы показываем. Всем будет понятно, что это георгиевская ленточка. Конечно, можно постараться ровнее, но не старайтесь прямо сделать всё идеально. В этом и заключается искусство. Идеально может сделать фотография. Для этого у нас есть хроника войны. Даём подсохнуть здесь. Вернёмся пока сюда. Здесь мы можем немножко повеселить наше дерево, потому что в мирное время мы можем немножко добавить таких охристых оттенков. Охра – это светло-коричневая краска. Немножко повеселить наше дерево. Разнообразными движениями сделать на нём такие более весёлые. И отнушки, помимо чёрных, немножко повеселим наше дерево. Чёрное нам тоже понадобится, чтобы отсветить тёмные места. Без него никак. Ну или в чёрное чуть-чуть добавить в коричневый. Тогда просто наше дерево станет ярче немножко. Чуть-чуть добавить, чтобы деревце стало ярче. Таким образом мы ещё тень можем добавить. Сюда. Вот. Мы сделали чуть-чуть поярче наше дерево. А теперь самое любимое моё дело – это берём кисточку. Моем её. Вытираем об тряпочку. Ныряем в зелёный цвет. Можно даже зелёный чуть-чуть подмешать жёлтого. Вот здесь на палитре, ну, у меня бумажка. Можно прям зачерпнуть жёлтого и немножко вот так. Даже если она у вас полностью не перемешается, это хорошо. Распушить её вместе с красочкой. И вот такими движениями, лёгкими, мы набиваем листву. Ребята, у нас весна. У нас пришла весна. У нас есть радуга. У нас мирное время. У нас много счастья. У нас есть мама. Есть папы. Есть братья и сёстры. И никому из них ничего не грозит. Пришла весна. Расцелили почки на деревьях. Опять макаем, опять пушим. Опять сюда. И на радугу смело-смело. Потому что дерево у нас стоит ближе. Мы делаем такие ляпушки. Смелей, 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 смелей. Чем смелей, тем красивей. Замечательно красивое дерево у нас получается. Посмотрите, а сзади там радуга. Ой, прямо шедевр. Я прям вижу, как у вас ещё красивее, чем у меня получается. От души. Можете чуть-чуть занырнуть в жёлтенькую. Ой, сильно занырнула. Подмешать чуть-чуть зелёного туда. Я надеюсь, что вам видно здесь. И ещё поляпать светло-зелёным чуть-чуть. Пушить, попушить. Кисточку попушить. Чем пушенее, тем красивее. Молодая зелень появилась, да? Красивая, красивая молодая зелень. Ой, вообще красиво. Я прям вижу, как мне хочется посмотреть, что у вас получается. Я прям знаю, что у вас ещё красивее получится. Ой. Итак, теперь, помимо этого, мы добавляем зелень внизу. Тоже такими же распушаем кисточку. И делаем травку. Травку, муравку. Везде. Вот такими вот. Можете так же делать, как делали листья. Травка, муравка у нас... Можете делать вот такими ещё лучше движениями. Здесь, где у нас озеро уйдёт. И вот это всё пространство, мы вот разными такими вот штрихами попушили и вот так, смотрите, держа кисточку по направлению к небу, мы рисуем здесь травку. Вот везде растёт трава. Везде даже корни она закрывает, потому что везде красивая трава. Снаряды не разрываются. Везде есть травка. И добавляем. Вот здесь вот прям хочется немножко жёлтенького добавить, чтобы был контраст. Вот травка. Условно нарисовали травку. Можете помыть кисточку, чтобы не забыть её потом и не залезть грязной кистью куда-то, да? Так, убрали. Ой, теперь тоже приём, который мне очень нравится сейчас с вами. Буду делиться. Берём ушную палочку. Макаем её в белый цвет и рисуем. Отгадайте, что? Делаем точечки вот такие. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Макаем ещё раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Стараемся пятнышки делать по кругу, но если не получается, ничего страшного. Если вы хотите, можете добавить не только белых, но ещё и каких-нибудь голубеньких цветочков. Если у вас есть голубая краска, получить её можно при смешении синей и белой краски. Сейчас мы с вами попробуем. И вот везде вот такие вот. Если вы будете немножко размазывать, то у вас получатся немножко такие-то громашки. Раз, два, три, четыре, пять. Такое поле с великолепными цветами. Берём синий цвет. Сейчас подведем. Туда чуть-чуть добавим белого, чтобы у нас приятно-приятно голубой. Смотрите, чтобы много синего у него приятно голубой. И сделаем ещё цветочки синенькие. Можете сделать цветочки розовенькие. Девчонки особенно розовенькие захотят. Теперь мы у этих цветочков добавим серединки. Давайте, чтобы для разнообразия покажем девчонкам, как возьмём красный и чуть-чуть добавим в него белый. И получится вот такой красивый. Смотрите, какой красивый цвет. Добавим цветочки вот такие. Пусть у нас будет всё разноцветное, разноцветное. Да? Ой, не туда. Здесь вот такой красный цвет, очень розовенький. Это расцветали яблони и груши тоже. Всё, после победы. Немножко мне розового не хватает. Сейчас добавлю сюда беленького. Вот. Захотела, сделала ещё беленький. Видите, как получилось интересно. По-розовому сверху ещё беленький. Теперь берём ещё одну палочку, так как мы измазали эту с двух сторон, мы возьмём ещё одну палочку и ныряем в жёлтый цвет. Можете палочку чуть-чуть намочить, чтобы она быстро не сохла. А вот теперь аккуратненько. Ага, намочили сильно. Лишнюю воду пришлось убрать. Делаем в серединках маленькие жёлтенькие пятнышки. Угу. Ещё ныряем в жёлтый. Делаем жёлтенькие пятнышки. Вот, а не будем говорить кто. Залез в краску другим цветом. У нас тут загорается. Мы же забыли ещё с вами вернуться к солнышку. Вспомните, что мы туда нам... Лично я намазала туда очень много красного цвета, пытаясь сделать всё красиво. Сделаем такие цветочки. Обязательно у всех серединка должна быть красиво, правда? Получается так. К солнышку. Кстати, можем сделать это тоже этим же предметом. Нырнули в жёлтый и по кругу вот такие вот прорисовали. Чтобы солнышко у нас было похоже на солнышко, а не на красное пятно. Но можете сделать по кругу. Вот так вот. Солнце такое. Жёлтенькое. И хотите, можете сделать лучки. Так? Угу. Ух ты. Убираем. Теперь надо, чтобы у нас здесь подсохло. Пока у нас здесь подсыхает, мы берём кисточку. Так. Давайте мы сначала... Одно из самого главного. Самое главное всегда все ждут, чтобы нарисовать звезду. Да? На каске. Мы берём красный цвет и рисуем. Просто делаем такую птичку. Смотрите. Потом проводим чуть ниже серединки. Два. И у нас, в принципе, звездочка почти готова. Вот так вот. Звезда. Угу. Теперь берём нашу любимую пушистую кисточку. Все её любят. Распушили её. И мы нарисуем гвоздички. Мы нарисуем здесь нырнём. Побьём. Ещё, наверное. Вот так. И вот таким образом прикладываем кисточку немножко наискосок. Угу. Не получается так. Наметим вот такие вот цветочки. Не хочет. Мало воды. Много воды. Ещё много воды. Вытерли кисть. Попушили на свободном месте. Раз. Два. Три. Немножечко наш приём пушистой кисти. Три. Четыре цветочка. Мы потом ещё поправим эти цветочки. В разные стороны подпушили. Ещё можно пробить. Подпушить. Такие цветочки. Мы ещё будем их поправлять. Пока мы их оставляем. Смотрим, высохла ли у нас эта сторона. Так. Берём кисточку. Рисуем беленьким. Вот здесь вот, где дерево. Прямо на дереве. Не бойтесь, что у вас смешаются цвета. Мы делаем вот такую вот галочку. Два. Смотрите. Получается. Здесь сделаем небольшую такую пипочку. Вот такую. Дальше эта пипочка превращается в большой овальчик. Вот такой. Сильно не размазывайте. Начнёт вылазить зелёная краска. Если вылазит, не бойтесь. Оставляйте. Продолжаем дальше. И вот такой вот хвостичек в разные стороны мы добавляем. Окей. Дальше ныряем опять в белую краску. Делаем это крыло у птички. И мы его закрашиваем таким образом. Ой. Сколько кисточек. Сколько краски. Вот такая у нас птичка получилась. Мы вытираем кисть. Даем птички подсохнуть. Но у нас подсохли домики. Мы берём. Давайте только не чёрную краску договоримся. А возьмём всё-таки краску. Вот так вот смешаем с белой. Вытрем кисточку. Нарнём в белую. Зачерпнём. И сделаем чуть-чуть серой. Чуть-чуть подмешивая в неё чёрную краску. Чтобы опять не получился чёрный. Тёмная. Но при этом не чёрная. Да? И мы у наших домиков нарисуем вот такие вот стенки. Не бойтесь, что это будет там неправильно и так далее. Чтобы нам выделить, чтобы было понятно, что это домики. И нарисуем нашим домиком такие вот окошки. Можете сделать и голубыми, если у вас остался голубой цвет готовый. И серенькими. Чуть-чуть вот тут у нас был голубой. Можем добавить с голубым. Чтобы было повеселее. Что-то видно. Окна. Да? Чтобы всё не было серого. Такие дома у нас стоят. Чёрный можете добавить, но совсем чуть-чуть. Не страшно, если будет чёрный. Можно и чёрный, в принципе, конечно. Лучше будет видно домики. Ничего страшного у нас никогда не происходит. Всё можно поправить, я напоминаю. Итак, мы поправили домики. Птичка у нас пока сохнет, можете воспользоваться феном. Но если мы макнём в чёрный цвет, я думаю, ничего трагичного у нас не произойдёт. Если мы по краешку аккуратно... Смотрите, ребят, если вам страшновато вот это вот делать, не переживайте. Можете взять простой, когда высохнет, простой карандаш чёрного цвета, которым вы рисуете, и дорисовать эти вещи все чёрным цветом. Смотрите, что вы делаете. Вот отсюда от головки птички. Делаете вот такое вот пузико чёрное. Берёте чёрный цвет, подрисовываете крыло тонкой линией. Другое крыло точно так же выделяете по краешку. Делаете такой клювик. Можно даже глазик нарисовать. Угу. Здесь, посмотрите, здесь не проводите. Вот под крылышком можно, чтобы обозначить птичку. Вот. Немножко на хвостике, чтобы сделать птицу поярче, чтобы она у нас с деревом не сливалась. Не пугайтесь, если будет чёрного много, мы его сейчас будем ещё над ним работать. Делаем чёрным раз, делаем чёрным два. Видно? Я надеюсь, что вам видно. Ну, как-то надо вот так мне, наверное, делать, чтобы вам было видно. По крылу вниз спускаемся. У нас есть серый цвет у нас остался. Мы можем добавить сюда серенького. Такие крылышки. На кузико и на хвостик. Вот такая вот птица счастья у нас летит. Птица счастья, голубь мира. Как хотите называть. Если хотите добавить белого, опять мыкаете. И беленько-маленькими, а крылышками линиями рисуете такую птичку. Может быть, это альбатрос даже. Но больше крылья на голубя похожи. Правда же? Всё, вытираем. Можете на воде нарисовать мячик, если хотите. Это делается таким образом. Берём, рисуем полукруг красненький. Потом делаем, допустим, ещё одну красненькую линию. С другой стороны делаем, допустим, синенькую линию. И ещё где у нас жёлтый. Делаем жёлтенькую. Чтобы в результате у нас кругляшок получился. Вот такой кругляшок. Можно его оставить, а можно сразу просто макнуть. Только не рисуйте, а макнуть раз. Развернуть кисточку, макнуть белым. Будет такой мячик на воде плавает. Вот. А теперь, ну, я думаю, что мы нарисуем кошечку, которая сидит и смотрит на всю эту красоту. Чёрной мы её делать не будем. Мы её сделаем такую рыжую-оранжевую кошку, да? Вот она здесь на берегу сидит и смотрит на всю красоту вдали. Эта кисточка у нас распушённая. Её можно сделать опять ровной. Мы её вытрем таким образом, чтобы она стала ровной. Макнём опять в оранжевую. Сделаем кругляшок. Придерживаем рисунок. Делаем кругляшочек такой. Наверху делаем кругляшок поменьше. Можно маленькая кисточка, если вам удобно это делать. Давайте покажу, как маленькая будет. Рисуйте. Потом обязательно маленькой делайте ушки такие. У кошечки они немножко такие. Раз-раз. Такая вот кошечка сидит и смотрит. И у кошечки такой хвостик. Хвостик получился жирный, сейчас мы его будем убирать. Вот это я взяла много краски. Сильно много нам, конечно, не надо, потому что мы хотим ещё нарисовать. Полоски у кошки, наверное. Сидит кошечка такая пушистенькая. Можно даже кошке нарисовать усы. Усы будут либо белые, либо чёрные. Хотите кончиком тоненькой-тоненькой кисточки, можете нарисовать ей усы. Вот такие раз-раз-раз. Сидит такая кошка. И у неё такие полосочки. Можно белые, можно чёрные сделать. Вот так идут по спине, а потом идут по бокам. Как у тигра. По бокам. Сильно много. Не хочет мне отдаваться. Кисточка тонкая. Чтобы не были сильно толстые полоски, вы можете проверить их вот на бумажечке. Сидит такая кошечка. Ничего не подозревает с белыми полосками. Можете чёрных чуть-чуть добавить полосок. И будет ещё веселее кошка. Да? Такая киска сидит тут и смотрит. Итак, у нас осталось совсем чуть-чуть. Мы берём кисточку, ныряем её в зелёный цвет. Тони. Опс! В синенькую попали. Смотрите внимательно. Не совершайте таких ошибок, как я. Веряем в зелёное. Рисуем такие цветочки в стволике. И вот здесь такую капельку. Смотрите, вот такая капелька. Вот. У основания цветочка. И стволики. Хорошо смачиваем кисточку. Ещё провели. Листочки обязательно нарисовали. Цветочки палите. Вот так, вот так, вот так. Можете побольше лепесточков сделать. Ну, чтобы наша георгиевская ленточка не просвечивалась, мы берём ещё раз ныряем в красный. Тоненькая кисточка уже. И прорисовываем такие вот уже на этом фоне. Яркие цветочки. Просто полосочки в разные стороны. Смотрите. В середину и в сторону. У нас почти гвоздички получились. Здесь можно красочки взять помочь. Тем более рисунок теперь наш сохнуть. Будет только сохнуть. Итак. Готово. У нас всё получилось. Мне вот почему-то очень хочется ещё одно облако нарисовать. Вам не хочется? А мне хочется. Я залезу в белую красочку и добавлю ещё одно облачко вот здесь. Вытру пальчик. Смочу его в водичке. Чуть-чуть. И чуть-чуть разотру. Вот оно у меня здесь прямо напросилось. Это облако. Всё. Наш рисунок готов. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...